добрый день уважаемые дамы и господа вы слушаете радио народная волна на частоте 1590 м на нашем веб-сайте radio nvc точка камну и конечно же на нашем youtube канале наши пир продолжает программы ефима фиштейна похищение европы здравствуйте добрый день дорогие сограждане американцы ну и традиционно начнем с европы да несомненно европе из событий которые становятся уже рутинными это воскресная демонстрация граждан недовольных рестриктивными мерами которые принимают правительство отдельных европейских стран это самый общий термин под который подходит практически все любые типы протестов гражданских недовольства неудовлетворенности от жизни до конкретных каких-то до экономической ситуации скажем все это является поводом для демонстрации и они повторяю стали рутинные начинаются они как правило в субботу продолжаются воскресенье бывают более или менее мирными но тем не менее всегда есть там какое-то количество сожженных полицейских автомобилей какие-то разбитые витрины полиция так каким-то образом всякий раз разгоняет но проблема то остается проблему не разогнать вот что интересно проблему если бы ее можно было полицейской дубинкой разогнать она бы давно уже была разогнана но пока мы продвигаемся все выше и выше в количестве предписанных уколов что называется у вас в америке это называется уколизации здесь просто вакцинирование прививкой так вот сейчас в ходу уже четвертая кое-где пятая прививка потому что во франции в израиле например уже пошла пятая волна и на этот счет существует и масса вполне я бы сказал точных анекдотов попадающих в цель не стану пересказывать смысл вам прекрасно известен так вот это стало рутиной просто повторяться уже нет сил и не хочется да и на этих выходных были точно такие же демонстрации всюду причем интересно что они возникают сейчас в странах которые раньше считались законопослушными считались как бы население считали вполне смирившимся ну голландия нидерланды это же замечательная страна чуть ли не авангард либеральной европы австрия туда же в этих странах происходит как правило самая сложная ситуация с мордобоем с полицией и конечно с приводами участки а иногда и с какими-то задержаниями на более продолжительные сроки но не об этом сейчас я буду рассказывать поскольку повторяю это мог бы из передачи в передачу повествовать об этом расскажу о ситуации в некоторых ведущих европейских странах потому что везде свои заморочки в западной европе начну с великобритании она первая как бы на этой дорожке попадается западной европе там сейчас большое недовольство возникло некой пассивностью и без здесь бездейственностью без деятельностью премьер-министра джонсона борис джонсон такой он фон тари был такое дитя европы непослушная непокорная последний раз женился это его бог знает какой какой уже четвертый брак на своей секретарше бывшей и видимо девушка все таки своему пожилому партнеру слегка промыла мозги потому что из него вдруг получился зеленый активист он весь горит душой болеет за состояние планеты а спасать планету это самое милое дело чест кто только не занимается этим только ленивый не занимается спасением планету ее спасать ведь можно бесконечно долго нигде никаких не поставлено показатели вот уже спасли а что дальше будет даже если бы кто-то сказал вот мы уже и спасли спасение кстати заключается в том что всякий раз назначается некий образцовый уровень выбросов парниковых газов в атмосферу и когда он достигается считается что планета спасена правда через день оказывается что она спасена но не очень и этот уровень снова повышается и так далее это видимо уже судьба человечества снова и снова убеждаться в том что самое идеальное это постановка невыполнимых и недостижимых целей за такую цель никто не в ответе но не достигал не достигли цели но не достигнут а будет это зафиксировано лишь через 50 лет как говорил хаджана средин то ли визирь умрет то ли я умру то ли осел умрет но в любом случае не к кому будет отвечать так вот пример министра великобритании хотя под руку у него гораздо более насущная проблема великобритании не удается справиться с этим проклятым к видом который сейчас двинул очередной очередную свою силу а это омикрон новый штамм новый подвид вируса к видного так вот справиться с этим оказывается крайне сложно хотя я и сам приветствовал решение бориса джонсона либерализировать ситуацию великобритании перестать гоняться за признак за призраками как он это делает и все-таки позволит населению вздохнуть свободно но дело в том что подоспел вовремя или не вовремя я уже не знаю как в терминах не конспирологии как называть это но подоспел в самый раз омикрон и британия сейчас регистрирует чудовищные цифры по 95 тысяч зараженных не заболевших зараженный опять же эти цифры используются скорее для введения населения в заблуждение в обман это ведь цифры зараженных то есть у людей у которых может быть даже бессимптомно без признаков обнаруживается что вы хотели есть настоящее время к видное заражение они могут может футбол играют по вечерам но к видное заражение есть короче огромное количество она в общем-то рекордно но не великобритания держит рекорды точно такие же цифры сейчас во франции высокие цифры в германии и мне иногда но бывает до слез противно слышать рассказе россказни комментаторов которые говорят но вот здесь в чехии говорят по телевидению но вот вы отстали на вы на сто лет отстали от обезьян а вот соседи немцы они дисциплинированы поэтому у них все хорошо а у вас центральной европе здесь все плохо но в результате оказывается проходит неделя другая вдруг цифры перестают называть да потому что они пошли снова вверх в той же германии но повторяю сейчас пока рекордсменом является великобритания и недовольство правлением бориса шансона растет с каждым днем а это ведь не простое недовольство такое недовольство на ближайших выборах приводит к поражению консервативной партии а это единственная и по названию и по духу консервативная партия европы потому что христианских демократов я при всем уважении не могу зачислить в консерваторы они сами похвалятся тем что они скорее партия сугубо центристская они измеряли от всех крайностей и замерили точку центра и вот они центр то есть ничто центр кстати бывает на налевое значение имеет центр это 0 крайности имеют цифра центр это 0 так вот сама консервативная партия то есть тори партия тори начинает бунтовать против бориса джонсона какое-то количество лордов партийцев тори написали протест против управления потому что он сдвигается налево в угоду своей новой жене и партия вполне может проиграть ближайший выбор она уже проиграла сейчас в одном округе британии который являлся оплотом консерваторов и сто лет не проигрывали они там а сейчас их разбила на голову конкурентная либо риская партия что очень плохой сигнал для следующих парламентских выборов и так они бушуют бунтуют против бориса джонсона он в попытке приостановить внутренний бунт назначил нового министра это женщина элизабет раз ее зовут из его же правительства но он ее сделал министром по делам европейского союза и сделал ее контактной фигурой она должна сейчас улаживать споры как известно между европейским союзом и британией очень большие трения наблюдаются не из-за недоработанности некоторых законов потому что все знают что ведь состав великобритании входит из северная ирландия и республика ирландия имеет европейский статус а северная ирландия это какая-то страна без статуса там действуют законы великобритании но в то же время и компетенция евросоюзных органов сейчас новая женщина пытается уладить эти споры и пожелаем ей удачи франция следующие если мы перемещаемся на континент как говорится во франции вовсе идет подготовка к президентским выборам осталось сегодня 111 дней до президентских выборов кто это будет снова макрон повторит результат прошлых выборов и останется президентом страны на следующий срок или кто-то его заменит так вот общая ситуация сейчас крайне пестра и не внятна справа от макрона целый ряд целый веер интересных правых личностей причем если они просто права их так и называют правы а всех остальных называют ультра правыми чтобы сразу дискредитировать этих людей это конечно же на на крайнем правом крыле консервативных деятелей франции это марин люпен председатель я бы сказал родовой председатель национального альянса сейчас он называется раньше это был национальный фронт марин люпен появился недавно ее конкурент очень серьезный за мур который у которого были неплохие шансы и появившийся в самые последние дни представитель представительница опять же старой республиканской то есть традиции деголя республиканской партии которая не ушла в прошлое а существует до сих пор покрес ее фамилия и ее считают серьезным претендентом поскольку она позволяет французам долгие годы бывшими крайне левыми и либеральными избирателями позволяет им не слишком изменяя традиции все-таки избрать кого-то правее чем сам макрон на левой стороне спектра там целый разброд там просто широчайший спектр всех возможных цветов простите меня за то что я смотрю в свою свои записки просто потому что знать и помнить их всех невозможно это действительно целая галерея или кунст камера как говорили при петре это и коммунист фамилии руссель представляющий традиционную французскую компартию этой зеленый здесь любопытно что зеленая практически идут в одном ряду полностью примкнув как идеалом марксизма зеленый я ник жадо это и розовая мэр парижа и дальго этой совершенно многоцветной как хамелеон меланшон все они конкурируют друг с другом они в январе собираются провести праймерис на своем фланге политического спектра но многие из них уже сейчас говорят что они не ни на какие праймерис не пойдут потому что только они сейчас к ним добавилась еще одна фигура не менее я бы сказал экзотическая это крестьяна табира это бывший министр правительство к мишеля олана и то есть социалистическая правительство но сейчас она сдвинулась еще более влево у нее совершенно марксистская программа открытие полное открытие границ она сама-то из французской гуианы то есть естественно она цветная то есть как в америке я бы сказал афроамериканка но здесь по франции это не подходит но она цветная девушка и предана всем марксистским традициям вплоть до от приема всех желающих и открытия всех тюрем поскольку она считает что преступники совершили свои преступления только по социальным мотивам других мотивов она не признает вот такой спектр во франции сли дальше на континенте следующая страна имеющая огромное значение до польши она сейчас подвергается она всегда подвергается попеременно с венгрии на сейчас венгрию оставили покой на какое-то время и сосредоточились на польше потому что с 7 польши принял закон который не позволяет иностранным инвесторам покупать контрольный пакет акций в средствах массовой информации в польше данном случае все говорят что это сделано из-за одного независимого телевизионного канала который не принадлежит полякам принадлежит американскому концерну медийному концерну discovery в чем здесь прелесть ситуации польский сейм обосновал свой закон тем что он готов допустить разумеется иностранные вложения и даже рад будет их видеть но только европейского союза стран европейского союза они других стран и он перечисляет там все страны и соединенные штаты там не на первом и на втором месте там россия китай и другие социалистические или коммунистические державы мира плюс америка вся там и полякам совершенно неважно северная южная на главное что они недовольны тем что капитал не только не польский но и не европейский может оказывать влияние на польские средства массовой информации это все было представлено как покушение на свободу слова потому что свобода слова прекрасно защищена во всем мире особенно в соединенных штатах и только в польше пытаются ее ограничить я естественно иронизирую над ситуацией и польши польши сейчас подвергается нападкам сами я бы сказал нападкам всего леволиберального лагеря и соединенных штатов которые первыми передать передали польша ноту протеста против этого шага и европейского союза того же которого это в принципе не касается но для него неприятно любой акт польши как и венгрии в данном случае я говорю о польше акт любого про любое проявление независимости по отношению к глобалистическим центром современного мира поэтому в польше на днях проходили очень мощные демонстрации протеста против этого хотя эти демонстрации протеста представляют всего лишь определенную прослойку я не стану поступать как это делает как это делают либеральное средство массовой информации занижая цифры участников данном случае могу сказать не 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 приводя цифры участников обычно говорят десятки тысяч там не поймешь толком сколько но при этом наблюдается любопытный тренд в самой структуре политической структуре польши как государства партия гражданская платформа а это сердцевина протеста либерального протеста и главный оппонент правящий в польше консервативной партии так вот эта партия теряет последователи теряет сторонников причем довольно резко не помогло даже возвращение дональда туска из брюсселя с европейских позиций каких-то в ес назад в польшу где он тут же возглавил эту партию гражданская платформа с его приходом положение партии не улучшилось ее теснятся всех сторон различное право популистские как говорят в европе слово популистское здесь обязательно прилагается потому что все что на право от центра является популистическим так вот право популистские партии и теснят гражданскую платформу такова нынешняя ситуация в польше это будет я уверен продолжаться такое бурление и квашение в этом в этой бочке польской чехия откуда сейчас я веду эту передачу сейчас пришло к власти и было приведено присяге новое правительство чехии которые иначе как лоскутным не назовешь то правительство из пяти партий причем не с одной стороны спектра это самые разные партии которые объединены только были и я и и сейчас объединены большой нелюбовью я бы сказал предыдущему премьер-министру и его движению которое также не лишено следов популизма движение называется она то есть да эта партия как бы утвердительно отвечает на все вопросы и разумеется поскольку она формировалась вокруг фигура одного крупнейшего олигарха страны то она вызывала сильное недовольство среди различных других социальных кругов страны политических и в результате они все объединились в ходе этих выборов создав коалицию и даже две коалиции из пяти различных партий что комично есть как бы главой ядром центром притягательным центром этой пяти коалиции является партия которую когда-то возглавлял васлав клаус сейчас она возглавляется совсем другим человеком хотя по чешской традиции тоже профессором и образованным человеком но эта партия считалась раньше либерально-консервативной слова либеральная тянет за собой в центр смещает и эту часть которая считает себя достаточно консервативной а другие партии это вообще какой-то не случайно называлась когда-то это лоскутным одеялом это все начиная с пиратов партия пиратов кстати пиратская партия которая была создана когда-то это ведь партия интернационал она во всей европе была создана первоначально в швеции она потеряла все свои позиции во всех странах кроме чехии парадокс чехия эта пиратская партия считалась какой-то правоприемницей других прогрессивистских партий ее нельзя назвать марксистской но там есть при прогрессивисты всех направлений от леволиберальных европейского типа до сталинистов марксистов и всяких прочих до анархистов все они объединены под общим названием пиратская партия так вот она составляет как бы левый противовес либерально-консервативной партии партии возглавляющий всю эту коалицию это сейчас правительство в нем пять различных партий есть там и христианские демократы традиционная чешская партия конфессионального типа католическая есть и партии просто про европейские решительно про европейские то есть про брюссельские вот что надо понять это не партии защищающие какие-то традиционалистские ценности а наоборот это партия прогрессивная поддерживающая бюссель во всех его начинание в данном случае самым серьезным начинаем является зеленый удел зеленый новый договор который должен просто спасти планету опять же от всех напастей современности так вот и такая партия есть новое правительство чехии было приведено к присяге буквально на пятница в пятницу на прошлой неделе и приступила к обязанностям любопытное место там занимает министра иностранных дел господин липовский именно представитель пиратской партии он недружелюбно относится к вышеградской четверки поскольку вышеградская четверка это то крыло которое противостоит нажиму брюссельских органов евросоюза и даже не дружелюбно относится к израилю считая что здесь я несколько гипертрофирую но просто довожу до конца логику этих людей он считает что израиль занимает не принадлежащие ему места на этой карте и что в общем то если бы он потеснился а может быть впоследствии вообще передумал существовать то это было бы просто для мира идеальным вариантом решения всех серьезнейших проблем человечества так вот этот человек занимается сейчас пост министра иностранных дел и как мне кажется будет представлять собой нынешний президент страны не самый любимый человек милош заман возражал против назначения такого министра иностранных дел но председатель правительства петрофиала настоял на его назначение взяв ответственность на себя я рекомендовал ему поступить гораздо как государственник то есть сказать что я в данном вопросе соглашусь с президентом и не включу этого человека со избавив себя всех предстоящих неприятностей он так не послал он пробил буквально пробил этого человека и сейчас за все его оплошности за все его не слишком мудрые шаги понесет ответственность этот премьер-министр естественно потому что ему будет неловко отступиться во первых от человека которого он с таким трудом пробил ему будет неловко признать признать недостаток государственного ума в отличие от президента но с другой стороны он ничего уже не сможет сделать он не может признать свою ошибку значит его этот министр втянет в эпицентр европейской брюссельской общественной мысли и практики чехии грозит переход из своего лагеря восточноевропейского центр повторяю в эпицентр брюссельской политики где возражать уже никому не приходится и ничему не приходится вот такая картина европы вся она сейчас замешана еще ко всему и на необходимости какой-то вразумительный ответ дать на пугинский ультиматум поскольку оставить вопрос открытым просто замести под ковер и вообще не давать ответа это значит согласиться молчание как известно знак согласия невозможно его интерпретировать иначе или это развязывает руки путину для любых авантюр на всем пространстве постсоветском он путин исключил из сферы своего влияния только прибалтику из страны которые вошли в нато до 1997 года что весьма странная веха странная межа проведена черта путиным потому что до 97 видне одно из этих восточноевропейских государств еще не вступила в том числе чехия не было они уже сейчас не говорю и чехии не венгрия не польша я сейчас не говорю по всем про все последующие государства вступившие в нато за это время последнее принятие был по моему черногории но это уже совсем последние годы так вот что-то нужно ответить и государства центральной и восточной европы пока в замешательстве немцы в том числе новое германское правительство она тоже приступила исполнение своих обязанностей с министрами иностранных дел анналеной бербоковой которая зеленая она представитель партии зеленых и она тоже с уклоном в марксизм можно сказать так в общем все зеленые партии так вот та уже успела сказать что конечно ответ будет крутым резким вообще все европейцы пока такие американцы отвечают я бы сказал неких притчах скорее в сказочном тоне например америка и британия говорят о том что за любую за любой за любым актом агрессии российской последуют адские санкции ну понимаете как хотите но может быть адский будут еще какой-то там чиновник приписан к списку а может адскими будут что все что можно было принять принято но какой-то скажем исключение россии системы свифта делать этого не хотят по той причине что и сама система теряет смысл поскольку сейчас россия играет в тандеме с китаем а исключать такие две мощные державы которым присоединится наверняка иран это значит исключать себя с чего не их а себя потому что потом система лишается всякого смысла она или ефима просто мы должны остановиться вот такая картина давайте перейдем наверное давай переводчик а потом перейдем к американским совершенно верно возвращаемся в программу эфима фиштейна похищение европы телефон в студии восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль ноль если у вас будут вопросы пожалуйста звонить переходя к каме к американским событиям но наиболее сказать остро широко обсуждаемое это то что би 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 план байдена провалился валються с треском и рамки этого провала значение его очевидно конечно придется план пересматривать байден утверждает что начале следующего года предпримет новую попытку пока же думаю что сенатор манчин который является собственно говоря тем камнем преткновения который споткнулся президент байден и его администрация мне кажется он выбрал для себя самое выгодное положение если он собирается свою позицию продавать каким-то образом то он получит за нее очень много правда сейчас уже продавать поздновато а следующий год покажет не изменится ли расстановка политических сил в любом случае байден потерпел поражение и мне кажется есть все признаки того что его на администрация его правительство и главные силы которые стоят силы закулисные силы теневые которые стоят за всеми решениями этого правительства они начинают испытывать некоторое неудобство я бы сказал состояние растерянности которая обычно выливается в истерические состояния например такой мне видится последний приказ министра обороны остина запрещающий формально это называется меры по борьбе с растущим экстремизмом вооруженных силах соединенных штатов на самом деле под этим многословным названием скрывается простая вещь в военнослужащим американской армии запрещается пользоваться социальными сетями любых видов вот все что вы знаете под названиями фейсбук twitter youtube я уже не знаю телеграм все что все сети которая существует социальная в америке запрещается военнослужащим низшим чинам и офицерам пользоваться ими реально для чего почему нельзя переписываться по твиттеру например или фейсбуку сообщая о том что там надвигается день рождения родственников или день благодарения на который приедут все или приглашение в гости и так далее нет поскольку разделить эти сообщения нелегко то запрещается вообще любая коммуникация то есть любое общение через социальные сети невероятно невиданным причем смысл очевиден смысл и слепой узреет в таком приказе министра обороны ясно для чего это сделано военные не должны общаться для того чтобы они не могли сговориться чтобы не произошло никакого сговора между ними очевидно высшей чины они собственно это министр обороны а на самом деле за его спиной скорее всего начальник объединенных генштабов мили они боятся того что военнослужащие договорятся и предпринут какую-то акцию им недостаточно скажем исключения из рядов армии отказников отказывающихся вакцинироваться этого уже мало им они боятся несомненно политических сговоров то есть любой попытки договориться о какой-то объединенной общей позиции а может быть и какого-то выступления фактически все общественная система сейчас как говорят человеке стоит и падает с позиции армии зависимости от того как себя армия поведет такой и будет судьба страны вот этот приказ мне кажется знаменательным потому что режим любопытно что приходится по отношению к соединенным штатам применять это уничижительное слово этот термин режим так вот нынешний режим белодомовский он боится таких выступлений и не может представить себя что из под ног уйдет почва каковой является именно позиция американской армии там сделано многое для того чтобы для того чтобы эту армию превратить в сознательную сознательный отросток государственного организма сознательные разумеется вы понимаете в кавычках это просто слова мог которое перевести невозможно кроме как сознательный по старой коммунистической российской традиции так вот они сделали многое для того чтобы эта армия стала сознательной то есть как в свое время я уже имел возможность говорить это в своих передачах прошлые недели когда после неудачи которую американская армия потерпит потерпела в ходе военных игрищ военное учение она провела вернее игры где великобритания была как бы противником армия противника была и великобритания разгромила американскую армию на голову и тогда марк мили наиболее высокопоставленный американский генерал заявил что наша армия не для того чтобы воевать это все осталось двадцатом веке наша армия сознательная мы давно уже измеряем ее ее смысл на существование нашей армии в других понятиях например гендерность наши военнослужащие могут губной помадой там мазать губы наклеивать ресницы и длинные ногти то есть причем если вообще оружие о чем о чем это наша армия не о войне не для войны рождена и создана вот такая такая абсурдная ситуация так вот все-таки позиции от армии несомненно нынешняя нынешний режим боится как огня боится что они о чем-то все-таки сговорятся сергей если у вас есть на примете другие какие-то знаменательные события последнего времени давайте их разберем что касается армии это дело действительно печальная мы с вами сегодня говорил по поводу того что ну во первых мид китая заявил о том что сша следует искать воздержаться от резких заявлений потому что нам собственно по барабану что они предпримут мы можем противостоять чему угодно такая прямая речь что дескать никто не рыпнется и нам не страшны соединенные штаты америки но есть объективные причины ведь это факт что китайская ракета облетела вокруг земного шара наши разведчики наша армия как бы об этом узнала спустя пару месяцев о том что гиперзвуковая ракета облетела вокруг земного шара и я разговаривал с человеком который еще в советском союзе ну имел отношение к ракетам и так далее он говорит в девяносто шестом году встречался с командующим космических войск а что касается нашей страны то если мне память не изменяет о создании космических войск заявил только дональд трамп в конце своего срока то есть и это была попытка возвращения к так называемым звездным войнам программе стратегическая ронард это было на распоряжение создание целого рода войск космические войска и как каких-то из air force по моему какое-то количество людей направили в эти войска которые имеют смутное весьма ну летчики да но космические войска это немножко другое одним словом вместо того чтобы как бы вот противостоять вот этому вот этой угрозе мы действительно занимаемся тем что ищем внутренних врагов экстремистов которые не разделяет линии партии так сказать инклузив весь этот без который расовая теория то есть разваливается армия изнутри конечно террористы это не это не те которые разбегаются из афганистана сейчас они те которые выращиваются и обучаются на просторах ближнего востока большого это не те это родители школе детей из школ и прочее это мы с вами да вот это террористы поэтому и фсб и и сырую вспоминаю их российские названия этих организаций они этим заняты они как армия не занята потенциальной войной а гендерными вопросами точно так же и и они они не для того чтобы следить за гипер сверхзвуковыми ракетами противника это все прошлый век они обеспечивают стабильность нового режима понимаете этому увидим мы увидим вообще все решится через 11 месяцев если произойдут свободные выборы мы поймем это если они не произойдут или не дадут произойти по ряду есть ряд технических возможностей это изменение избирательной системы и предоставление широких прав как сейчас сделали в нью-йорке в нью-йорке вы знаете ну что не граждане имеют право участвовать в выборах не граждане у них уже сейчас не спрашивают не только айди не только какой-то там паспорт или или другие документы у них просто не даже тоже отсутствие общая гражданство никому не мешает выбор выборе иначе говоря дело ведут в тому чтобы американские выборы стали делом каждого землянина каждый человек планеты земля будет иметь право участвовать в выборе американского президента скажем но увидим это вот после после ноябрьских выборов следующего года мы поймем живем ли мы еще в стране которая может вернуться в прежнее состояние или мы пересекли так называемую point of no return то есть точку невозврата точку невозврата и тогда уже будет поздно и еще еще одна тема тоже очень такая острая это пандемия истерика началась по поводу того что вот сейчас омикрон он очень быстро распространяется из очень заразный и так далее правда при этом в америке умер на сегодняшний день только один человек от омикрона один это и ну так говорят во всяком случае официальные данные говорят об этом с другой стороны а когда здесь председатель грозился в так сказать вы избирался он говорил что я не не убью экономику я убью вирус статистика показывает что в то время когда не было никакой вакцины ничего подобного количество смертей было в два раза меньше чем вот за этот год когда уже есть вакцина когда уже там 70 процентов населения отвакцинированы количество смертей в два раза больше теперь что касается омикрона непосредственно ведь не не из одной пандемии ни одна страна ни один народ не вышел с помощью вакцины пандемии заканчивались когда вирус мутировал приобретал менее опасную форму менее смертоносную форму и уживался в организме человека все на этом пандемия прекращалась пандемии это когда смертность выше высокой от вируса что происходит с микроном это как говорят уже там 50 мутаций этого микрона без мы абсолютная бессмысленность вакцинации которая не успевает за мутации вируса то есть они что-то делают что якобы я не уверен что она на дельту влияла как то поскольку статистика говорит об обратном а уж тем более угнаться за вирусом который постоянно мутирует который становится все слабее 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 на самом деле как доктор атлас говорит это же хорошо большое количество людей заразилась при этом в легкой форме перенесли при этом у них выработались антитела выработался иммунитет к этим заразам и он становится менее опасным это и есть путь выхода из пандемии нет либералы устраивают истерику еще больше закручивают гайки но это же безумие неужели самое печальное что к сожалению население запугали так как запугали немцев в германии в свое время когда образованная нация превратилась в скотов посредством запугивания и пропаганды то же самое происходит в этой сны во всем мире на самом деле посредством пропаганды и запугивания людей превращают в скотов потому что исходный смысл вот всей этой истерии исходный смысл вообще всей этой истории с ковидной эпидемии не в том чтобы победить какой-то очередной вирус эти вирусы нарождаются исчезают и так далее не в этом смысл приучить население к тому что ограничение свободы личной она полезна и работает на хорошую цель спасение человечества от выбирания вот приученная к этому человечество начинает иначе относиться к любым проявлениям государственного давления репрессии и прочее иначе она как бы путем промывки мозгов начинает верить в то что любая свобода ведь является ограниченная не абсолютной свободы это осознанная необходимость и прочее прочее все это уравнение может быть имеет силу только тогда когда вот это ответственность связанная со свободой ваша а когда ответственность оказывается государственная государство вам внушает что является ответственностью а что ею не является то тогда и свобода не ваша она становится тоже государственным делом. Чем больше ответственности, тем, естественно, меньше свободы. С хаосом, с анархией, это не имеет ничего общего. Наоборот, тоталитаризм, вот что плодит анархию, вот что является настоящим отцом анархии, хаоса. Количество различных разнарядок и инструкций государственных, оно же превращается в пародию, одно отменяет другое, а другое отменяет третье и так далее. Все теряются. Короче, это доказано не мной и не раз, а всюду. У нас есть в Европе примеры, все время говорится о том, что давайте посмотрим, каким будет результат. Вся Европа полностью в истерике вакцинировалась, а Швеция пошла другим путем, там не было локдаунов, там что-то не закрывалось. Ну, давайте посмотрим, каков результат, говорили. Прошло время, и что, спрашивают сейчас, кто-то у кого-то каков результат? Да нет. Не спрашивают вообще, потому что это вообще не выгодно об этом говорить. В Швеции дела не хуже, чем в других странах. Может быть, они не как-то пронзительно лучше, но и не хуже. То есть, вся эта истерика, локдауны, колоссальные потери для экономики, они, в общем-то, были не нужны. Можно было идти другим путем, как показывает практика. Это же не придумки. Абсолютно верно. Прямо европейская практика. Ладно. У нас таких примеров тоже есть. Есть, скажем, Южная Дакота, есть Флорида, есть Иллинойс, и Нью-Йорк, и Калифорния. Вот вам такие земля и небо. Одни делали так, а результат ничем не отличается. Или даже, может быть, во Флориде получше. Во всяком случае, народ себя там чувствует по-прежнему американцами, а не китайцами в Китае, или там корейцами в Южной Корее, ой, в Северной Корее. Не уйгурами в Китае. Не уйгурами в Китае. Ефим, огромное спасибо. Все. С наступающими праздниками. И помните, что сегодня самый короткий день в году, самый темный день. Так пусть таких темных дней в следующем году у вас и у нас будет как можно меньше.